о воспитании воспитателей третье занятие 7 10 лет мир ребенка в этом возрасте очень быстро расширяется и когда он начинает ходить в школу но чему его там научат еще до школы ребенок совершенно четко должен иметь понятие о грехе о недозволенном о гибельности общения с миром яков 44 прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу посодействуйте потрудитесь над тем чтобы понять понятие нельзя потому что грех было вмонтировано в него приучите ребенка в любом деле сразу же видеть грань из-за которой нет возврата чтобы у него было юридическое сознание объяснение и подтверждение смысла наказания почему именно это ему разрешается все это подтверждайте священным писанием и при многократном повторении заучите наизусть какие-либо стихи из библии он учится читать писать и считать теперь ваша задача заложить в ребенка интерес к знанию и познанию мира приучайте ребенка смотреть вперед расскажите когда ему это знание может сгодиться и для чего не ученый как топор не точеный и конкретно на напоре покажите это у ребенка как правило очень высокая самооценка ему нужно показать хотя бы пунктиром вершину того о чем он хоть что-то уже знает как далеко до полноты знания теперь ему будут встречаться люди разного воспитания и разных мнений в школе и на улице задача родителей и воспитателей дать очень крепкое и обоснованное противоядие против дурных слов цинизма и бесстыдства и заложите в него почтение к старшим умение слушать и не перебивая научить его бояться худых сообществ дискотек и особенно девочек и для девочек еще более сто крат более боятся мальчиков боятся дурной музыки чтобы он никогда никому из породни посторонних не садился в транспорт не разговаривал с чужими не ходил к товарищам и никому не заходил в дом он может заходить только в дом церковь и в школу дом церковь школа ребенок каждый день познает что-то новое и очень быстро он легко заучивает наизусть механические стихи из библии и богослужебные тексты иногда запоминает целые главы из библии это ему запомнится до старости ребенку нравится приключение читайте ему жития святых такие захватывающие рассказы и трогательные трагические истории каждый раз преподавая что-то новое постоянно возвращайтесь к пройденному это библейские стихи имена личности география библии и жития святых все время подвигаясь вперед чаще спрашивать его о пройденном ребенок заинтересован в личном участии например вы посмотрели фильм помогите ему правильно пересказать его и сделать духовный вывод или сразу скажите что фильм этот ненужный пустой и вредный у меня были случаи когда дети до 10-летнего возраста плакали в церкви им просто скучно и одиноко и хочется домой возвращаемся из храма я допытываюсь кто плакал дети замолкли как всегда молчат тогда я говорю это очень хорошо что вы плакали во время молитвы молитва со слезами более приятно богу чем сухая и сразу же объявляем награду пирожки или еще что-то некоторые из более спокойных сразу же подают голос завтра я буду плакать и хотя в церкви плакали только двое но когда я объявил награду за слезы то руку за вознаграждением протянули пятеро говорят что и они плакали только тихо и никто не видел тайные наши молитвенники на завтра во время ритургии не плакал уже не один мы приготовили шоколадки плакать щекам отдать некому а вчерашние наши ходатые сознались что как они не надувались не пыхтели ничего у них не получилось слез не было воспитатели это не родители у них должен быть особый талант подхода к детям родителям делаются любые животные родить дело не хитрые а вот воспитать с детьми не нужно сюсюкаться зализывать и заглаживать их это не котята не позволяйте детям фильме ярничать с вами хватать вас за ноги по делу и без дела сразу же введите в законы русла ваши взаимоотношения и где бы вы ни были с какими детьми бы не занимались добейтесь сто процента и защищенности ребенка от постепенно вене на его личность кого бы то ни было никто не имеет права оскорбить или причинить боль ребенку кроме одного человека если такое у вас найдется исполняющий роль судьи это лучший возраст когда можно приучить ребенка участвовать в работе церкви и помогать то есть вот 7 10 лет притча 22 8 сеющий неправду пожнет беду и трости гнева его не станет человека доброходно дающего любит бог и недостаток дело его восполнит он уже может доступно рассказать своим товарищем о боге поощряйте его к этому давайте ребенку возможность участвовать когда вы читаете библию дома и когда молитесь подростки 11 по 14 лет характеристика в этом возрасте ребенок бурно меняется и не только в разуме но и физически меняется его способ мыслить чувствовать при поступать согласно его возраста мышления это переходный возраст самый опасный в этом возрасте с ребенком труднее всего разговаривать самые лучшие способы воспитания детей разламываются педагоги в бессилии разводят руками все человеческие методы воспитания превращаются в дым безмотивные побеги и самоубийство он уже и отрывается от детского возраста а взрослые не признают его самостоятельность и это крайне раздражает ребенка снова повторяю все что здесь говорится говорится о детях которые не уверовали во христа не приняли его в свое сердце говорится о неверующих и методах работы с ними верующий ребенок он как бы переходит из владенчества в старость минуя все переходные возрасты поверив вечную жизнь он мгновенно переходит в то состояние духовной отрешенности от этого мира осознание всей зыбкости мирских обещаний посулов до чего неверующий не доходит и в глубокой старости продолжает цепляться за жалкую жизнежку ребенок в этом возрасте сгорает от жажды независимости эгоцентризма слаборазвитые дети в этом возрасте надевают на себя личину шутов пытаюсь рассмешить своих смертников смертников для них это переход может затянуться и до 20 лет детям этого возраста кажется что взгляды их учителей и родители устояли и они выстают против их авторитета и желают быть свободными и независимыми это возраст комсомола и гитлер югенда тысячи ловушек расставляет сатана им не утвержденным в разуме охваченным самостью в этом возрасте и чуть позже у них случаются самые страшные катастрофы для тех кто стоит в дверях при большой разнице температур во дворе и в доме это самое опасное место узость толкотня так и в переходном возрасте только вера в бога великий страх божий могут обуздать прихоти похоть дурные наклонности у ребенка появляется множество сомнений он мыслит себя бескомпромиссным и настаивать чтобы также поступали учителя и родители он всех начинает обличать вот тут ты наступает водораздел наглядная разница воспитания кто приучал свое дитя к мыслям о вечности и кто предавался сам необузданно страстям и вожделением и как это все захватило ребенка отпечаток семейных отношений в этом возрасте откладываются на всю жизнь может не случайно что иисус именно в 12-летнем возрасте внезапно появляется в описании евангелиста и вновь мы ничего о нем не знаем до его 30-летия лука 2 глава 44 47 стих пройдя же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми и не найдя его возвратились в иерусалим ища его через три дня нашли его в храме сидящего посреди учителей слушающего их и спрашивающего их все слушавшие его делились разуму и ответом его до у христа то это был переходный возраст очень так четко подмечено ребенок тонко чувствует фарисейство старших и стремится к фарисейству и этого же требует от других лицемер перед ребенком не устоит он спрашивает себя кто я на кого я хочу быть похожим он может быть жестоким своих суждениях даже против своих родителей и в полу спора может бросить гневную гневный упрек родителям за их лицемерие воровство за их неискренность он может сделать это даже при свидетелях и на долгие годы стать врагом отцу и матери ему нужен живой пример для подражания и он его не или находит или разочаровывается многие учителя боятся работать с этим возрастом он ищет себе идеал который мог бы подражать и сам желает выделиться и быть признанным в кругу друзей но так как этого достичь для него трудно в добре поэтому он охотно растворяется в масте делая серой щепкой в мутном потоке все одинаково подлые успевай бери от жизни все что можешь то есть в кавычках вот такой у них лозунг может быть пример молодежной банды настоящие звериные стаи отморозки исключительно безжалостные у них строгие законы и правила у руководителей безграничная власть над членами банды в их действие бывает у заша ужасающими комсомольские погромы церквей еврейские погромы в они выискивали верующих и грабили монастыри в этом возрасте особенно интересуется противоположным полом и венерические болезни затопляют этот возраст учите ребенка святости учите хранить непорочность и девства 1 коринфянам 6 9 или не знаете что неправедные царствие божие не наследуют не обманывайтесь не блудники не идолослужители не прелюбодеи не малаки и не мужеложники царствие божие не наследуют конечный результат вечная смерть обязательно расскажите о законах относительно девства у евреев и у мусульман потеря непорочности до замужества смерть ты можешь умереть прямо в грехе и будешь мучиться вечно сатаной в аду в этом возрасте много думает о будущем об учении и выборе специальности и женитьбе он очень заинтересован происходящими событиями которыми относится очень чувствительно научите слышанные виденные в книгах и фильмах переносить на себя с вопросом а как бы ты вышел из этой ситуации как бы поступил и в чем не прав герой этим возрастом легко манипулировать если они не защищены страхом божиим научите их не прикасаться ко греху не смотреть не слушать не читать и даже участвовать в уничтожении духовной проказы сжечь дурные книги оккультные предметы и никогда не ходить на дискотеке рок-концерты там бесовщина покажите ребенку на примерах житий святых достижимость цели постарайтесь с ним подружиться насколько это возможно можно участвовать детьми и в играх позвольте им высказать свое мнение об увиденном и задать вопрос где нужно по подправьте подкрепив примерами и задать вам да то есть просить задать вопрос и где нужно подправить нужно и подкрепить примерами если ты сам будешь не на высоте то ты будешь не учитель а развратитель на вопрос отвечайте серьезно по слову божьему если в данный момент ответа не знаете то так открыто и признайтесь в этом один-два раза вам это сойдет но на больше не рассчитывайте ищите ответа в библии и у более опытных верующих у возрожденного священника этим вы не потеряете авторитет рассказывайте не только о своих победах но и о своих поражениях и ошибках будьте надежным если подросток доверяет вам то оправдайте его доверие не раскрывайте его тайны даже родителям постоянно говорите что нужно хоронить непорочность главное достояние юности псалом 118 9 как юноши содержать чистоте путь свой хранением себя по слову твоему 2 тимофей 2 22 юношеских похотей и убегай одержись правдой веры любви мира со всеми призывающими господа от чистого сердца хорошо было бы когда много детей хорошо было бы когда много детей разделить их по возрастным группам для занятий словом божиим иногда приходится разделять не по возрастным группам а по уровню знания слова божия тогда вот это закончили мы читать подростки 11 14 лет игнатий тихомыч есть что-то добавить вообще добавляет а то все ясно открытым шрифтом просто надо находиться третьих людей а то ни днем ни ночью покоя нет я видела так как в скалских лагерях в америке уже темно а где догуляют где-то у меня отбой пол шепотом слова не скажут вот не два дня 45 лет только официально по лагерю пришлось бы директором поэтому вот так и говорю строгость должна быть внимание и все только ради бессмертной души а дети которые в этом возрасте уже пали в грех любодеяния с ними какой опыт общения вытаскивать надо на чем остановился с этого начинать работать чтобы он рассмотрел всю жизнь принес покаяние если не крещен крестился право чтобы веровал они обычно очень дерзкий и в этом но если они в этом бы были уже в этом возрасте детские курят я все девчонка курят меня трудно убедить что она девственница но вот у нас в подъезде вот когда я еще жил в квартире было две девочки я их видел как с детства там с пятилетнего возраста я видел как они росли такие как как ангелочки были но в какой-то момент уже когда-то может им лет 14-15 было я заметил подмену у них но что-то смотрю на нее и все как будто другая и у меня мысль такая закралась не не связалась они но не связались ли они с кем-то и потом смотрю уже с какими-то там парнями гуляет уже красится то есть прям заметно произошла подмена видимо когда девственность лишается девочка это прям на лицо видно как будто до этого была какая-то светящийся а потом стала серая как будто свечение я работал с малолетками преступниками уже заключение приходил как больно так не я с ними а помогал и вот считаю там капитан женщина яга задаваем вопрос какой самый печальный день вашей жизни был я горит знаю что там товарка была друг предал ее что-то еще я никак не ожидала все ответили одинаково время день или ночь потери девственности вот как то очень много значит но вот так еще дальше идем идем дальше давайте да здесь поправка да сделали то есть да у детей у них не прелюбодеяние у них блуд молодежь возрасте 15 и 18 лет в этом возрасте ставится вопрос очень конкретно какая цель моей жизни так было всегда но в последние десятилетия мы можем уже констатировать как факт что очень многие этот вопрос уже не ставят для них одна цель наслаждение интересно как писали в газете отвечают молодые люди на вопрос что самое главное в жизни девочка ответила косметика и мужчины мальчик ответил деньги деньги еще раз деньги если бог даст вам мудрости и сил то постарайтесь направить этот вопрос по нужному руслу помни что все мы умрем а далее вечность где ты будешь ее проводить подскажите что для разрешения этого вопроса нужно ставить следующие вопросы как я могу служить господу в этом возрасте все еще происходит поиск идеала и война против 3 авторитетов видимых и невидимых дети это самое злое и беспощадное что есть на земле сегодня потому что они остались без бога без цели обольщенные дьяволом развратом воровством наркотиками цинизмом ложью предательством только искренняя глубокая вера во христа иисуса может спасти их и сделать полезными для добра для этого возраста свойственно выбор специальности веры друга жизни отдаление от дома и родителей желание полной независимости кажущиеся естественным на деле оказывается смертоносным чаще говорите детям о краткости жизни о зависимости всех от бога от природы друг от друга и от многого другого полностью независимых людей не существует иоанна 8 глава 34 по 36 стих иисус отвечал им истинный истинный говорю вам всякий делающий грех есть раб греха но раб не пребывает в доме вечно сын пребывает вечно итак если сын освободит вас то истинно свободны будете римлян 6 глава 16 по 18 стих 20 глава 22 и 20 и 20 стих и 23 стих неужели вы не знаете что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы кому повинуетесь или рабу или рабы греха к смерти или послушание к праведности благодарение богу что вы быв прежде рабами греха от сердца стали послушные тому образу учения которому предали себя освободившись же от греха вы стали рабами праведности ибо когда вы были рабами греха тогда были свободны от праведности но ныне когда вы освободились от греха и стали рабами богу плод ваш есть святость а конец жизнь вечная в этом возрасте молодой человек становится личностью и как ему кажется настолько самостоятельный что он не копирует поведение других молодой верующий человек ищет свое место в церкви в труде божьем это прекрасный возраст учиться и учиться брать на себя ответственность за то что происходит в церкви и уже можно доверять поручение как павел своему ученику тимофею 1 тимофей 4 12 никто да не пренебрегает юностью твоею но будь образцом для верных в слове в житии любви в духе вере в чистоте наблюдайте за духовным ростом молодежи 1 колимфянам 1 24 для самих же призванных иудеев и еленов христа божью силу и божью премудрость чаша с чаще спрашивайте себя действительно ли я направляю их к христу по правильному пути диане 16 глав 1 по 3 стих дошел он до дерви и листры и вот там был некоторый ученик именем тимофей которого мать была иудеянка уверовавшая отец елен о котором свидетельствовали братья находившиеся в листре и кони его пожелал павел взять с собой и взяв обрезал его ради иудеев находившихся в тех местах ибо все знали об отце его что он был елен тогда братья тотчас отпустили павла как будто идущего к морю а сила и тимофей остались там диане 18 глава 5 стих а когда пришли из македонии силой тимофей то павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям что иисус есть христос я не 1922 и послал македонию двоих и служивших ему тимофея и яраста и сам остался на время в асии 2 2 тимофей 12 тимофею возлюбленному сыну благодать милость мир от бога отца и христа иисуса господа нашего уделяйте им свое время и самым близким откройте двери своего дома чтобы они могли вместе с вами думать обсуждать ответы на вопросы учите их просматривать последствия от разных решений постоянно подчеркивайте что грех обладает силой притяжения и нет людей свободных от греха римлянам 323 потому что все согрешили и лишены славы божьей все нуждаются во спасении во христе иисусе а иначе он погибнет во грехах на не на небольших работах сумейте показать ребенку что вы в нем нуждаетесь чтобы в нем развилась правильная самооценка он нужен без него трудно и его помощи ждут если ребенка не замечают то считает себя лишним его постоянно постоянно стараются выпроводить на улицу или посылать другую комнату одного помолиться иногда ребенок делает что-либо плохое или запретное только для того чтобы его заметили виде неумения ребенка взрослые часто говорят мне легче самому сделал чем стоять над ним неумехой если бы где-то рядом кто-то другой занимался бы с таким ребенком но поступал бы не так научил бы ее его доверяя ему то уже через короткое время вы стали бы замечать разницу в этих детях грубой натуры обычно стараются свалить вину на другого это виноват он сам хотя видя такие плоды и большую разницу в умении детей что-либо делать родители воспитатель должен был бы сказать вот до чего довело мое нерадение иногда в печати появляются публикации о том как приезжающие запада богатые бездетные люди усыновляют взятых в россии детей и каких помещенные фотографии наводят на мысль да не может быть новые родители говорят мы сами выбрали этого ребенка самого больного самого заброшенного нам предложили несколько таких но все они были больные с врожденными пороками когда я взглянул на свою будущую дочь то на меня напал страх лица как такового у нее не было нос отсутствовал казалось совсем заячья губа нос отсутствовал казалось совсем заячья губа и одна нога короче в первые же года они сделали около семи сложнейших и дорогостоящих операций и рядом фотографии сегодняшней красавицы улыбающейся и счастливой примените это к себе но только в духовном плане вы должны знать имя каждого ребенка вашей группе обращайтесь детям по имени и так их представляете тем кто посещает вас если у у ребенка что-то и не получается то узнайте причину и пусть он начнет сначала заинтересованно слушайте когда он рассказывает о своих делах свое время уделяйте ребенку не только во время воскресных занятий если в группе даже два человека то обязательно назовите старшего из них и когда поручаете им какую-либо работу доверие растит самоценность если ребенок злостно мешает на уроке или во время труда то его необходимо пересадить или наказать но не дать ему возможности одержать над вами победу дети должны испытывать чувство надежности защищенности доверие и домашней атмосферы чтобы у него развилась достаточная уверенность в себе если ребенок тосткует плачет просится домой то его нужно попытаться успокоить разъяснить когда за ним приедут и что домой попадет никак не ранее старайтесь загрузить его время буквально до минуты работы и играми период акклиматизации около 14 дней новое незнакомое окружение домашних детей делает их боязливыми чтобы они легко вошли в круг ровесников нужно их познакомить между собой и наблюдать чтобы никто и никого не обижал обидчика строго наказать дети из семьи алкоголиков или безотцовщина пытаются домашнюю атмосферу перенести на других разъясните им и покажите выгоду того что они находятся здесь будьте дружелюбны и спокойны создайте с первых же минут такое мнение себе что с вами надежно у вас нет любимчиков и вы все заранее знаете не трогайте слезами ребенка не трогайтесь слезами ребенка это у них быстро проходит чаще подходите подводить их к уставу где сказано как вести себя объясните что здесь правильное наказание дисциплина правильные дисциплины наказания что создает неотразимую атмосферу надежности маленький ребенок особенно остро чувствует надежность защищенность когда у него есть перечень того что можно делать и того что нельзя помогите ребенку почувствовать что он частица этого коллектива знакомства и общее приветство ребенка чувство рождает чувство принадлежности к этому обществу точно так же как совместные праздники экскурсии так далее точно также и при прощании отъезде отъезжающие выходят напротив остальных и им задается вопрос есть ли здесь те кто обидел вас с обиды ли на кого-нибудь уезжая с обиды ли на кого-нибудь уезжаешь не должен ли кому-нибудь кто кому что-нибудь что не возвратил и был ли ты наказан за время пребывания здесь хорошо если рядом с отъезжающим хорошо если рядом с отъезжающим рядом находятся бывшие здесь или отъезжающие родители его нужно поставить рядом с ними и сказать вот теперь ты совсем никого не боишься и скажи прямо называли ли тебя несправедливо незаслуженно не держишь ли ты обиды на кого-либо из насильников или воспитателей на тех кто остается здесь вот это и есть экзамен на эту атмосферу в которой вы живете если у вас истинно христианский дух вашем заведении то вы услышали только один ответ как в нашем детском лагере за 28 лет существования мы слышали только один ответ нас наказывали только справедливо за дело после этого обратиться к остающим к остающимся если кто обиженный таким-то с миром ли отпускаете его не нужно всегда разводить по полям по нолям и призывать всех на краткую общую молитву за отъезжающих и помолиться своими словами обращайтесь детьми ласково берите на руки или за руку и гладьте его по щеке или голове обнимите и так далее иисус дал нам это пример марка 10 16 и обняв их возложил руки на них и благословил их да тут уже это не только 15 18 лет это уже всех касалось вот так я ставлю около себя родителей а ребенок за родителями стоит но теперь давай поговори что несправедливо наказали ни одного случая не было это уже не 28 лет а 45 48 лет однажды садятся в поезд дети с украины кажется были давай говори за что тебя наказывали а те стоит ближе тут к выходу уже садятся уезжать а он и говорит а меня ни разу не наказали я такой вид делаю так как ни разу ну-ка давай высока хоть раз накажу его а он за отца и смеется стоит а он все время устав смотрел нигде не нарушил мы разъезжаемся веселые радостные да и вот люди которые еще не знают там но никогда нигде ни с чем не занимался то ну какой же он может дать совет а нападать нападает а вот не так вот так не так я врубили детей много я вчера только слышал как говорили что больше в 4 кажется раза чем в гражданскую войну у тогда еще были верующие они брали беспризорных от двух до пяти миллионов сегодня болтается по стране вот как мы себе занимаемся я к этому тоже добавляю у меня нет никакого образования вот это вот нужность человека и ребенка в частности действительно сегодня очень остро стоит родителям вечно никогда не до него иди там поиграйся иди там позанимайся фильм посмотри мультик посмотри на тебе телефон поиграйся ну только ко мне не приставай и он не нужны и он растет не нужно и и дальше он уже не инициативы никакой нету такого ребенка то есть его зародыши просто душу вот этим ненужностью этой ну там ты был николай ты видел как у нас даже как сейчас детей там мало приезжает и однако они работают и на огороде и где бы ни были мы еще бы что бы не делали там они всегда помогают не знает что он нужен и глади тихоныч еще вопрос такой вот по профессиональным на порту у нас есть тут ребятам и духовные беседы ведем спортсмены боксеры вот у них родители больше чем половины либо наркоманы либо пьяницы я вот запрос делал и они в спорт ушли у бабушки жили там в общем тренер поднимал их как так богу как смог их привел утрое меня есть ребят и вот ваше мнение насчет вот такого спорта бойцовского насколько он вот с одной стороны он их спас видите как не впали никакие такие же как родители с другой стороны вот что им сейчас можно говорить и как но мордобой вот эти которые там везде появлялись первые банды были из самых тренированных во время перестройки на них найдутся те которые приберут их к рукам и дальше начинаются банды по 300 человек а когда уже начали руководители хватать и расстреливать а с этими еще не сделаешь он привык грабят все есть а сами спортсмены приезжают они никуда не годно ему на так рвануть поднять чтобы кто-то смотрел а если не смотрит он в тенёщик ложится и все эти наоборот к богу тянутся они вот на беседы сами приходят разговариваем с ними сидим подолгу и вопросы хорошие задают занимаемся по писанию сейчас но как совместить вот что получится ли в жизни совмещать у них спорт профессиональный такой вот бокс и веру вот это для меня загадка ну а как загадка среди у тебя нет еще возле образую лагерь бери таких детей занимайся ставь на ноги и все загадки не будет это молодежь им 20 лет вот она молодежь вот молодежь ко мне привозили такую молодежь тоже иногда брал но определенные условия расписался и все нет бабушка у нас говорила трудно выпаривать дёготь язык и скатки деревянный где он хранился это делать они не хотят не слышать ничего не надо вам мало тонца уже тебе угрожать будет ко мне привезли как-то ему 30 лет вы влагерь возьмите его а почему да вот он наркотиками занимаются я посмотрел правда в машине сидит сытый холеный такой и родители уже старые я говорю лагерь то другое надо где колючая проволока туда сдавайте его сформулированный неправильно вопрос такой может ли верующий заниматься мордобоем зарабатывать на этом деньги целовать крест выходить как емельяненко бить морды людям получать за это заработок это угодно богу или нет вот богу ты его звать вас до хвалу и скажите господи тебе это угодно или нет вопроса задаете богу угодно или нет вы можете спросить соседа угодно и тех соседу пошлю спрашивайте богу угодно да бога я не отвечаю спросите его а его воля извлечена в библии вот и узнаете угодно или нет ну вот те кто этим занимается они материал угодно или нет из них через этого материала что-то можно сделать у меня не было такие были я на какое короткое время брал и пришлось изгонять вот у нас людмила степановна она как по финансовым расчетам у нас нету ни копейки нигде а сына и у меня был в лагере его прошлось прогнать другой был сын будущего священника точно тоже он никого не признает ему это и не надо зачем ему маленьких ребятишек как воробьев давит а я за всех отвечаю то я ему путевку домой все данилу них исключение исправил данила боецами и жен бывший не знаю как это надо смотреть прежде чем брать но да не вот в этом году был который крещение принял но и что он боецами мэй прошло сейчас бросил это дело когда уверовал какой отзыв о нем может быть у нас вот был один он занимался айкидо валерия сокольский мы все бросил оставил чтобы там занимался этого у нас нету вот сергей на выставке там с собакой был вот воскресенье в другое время на богослужение побудешь нет а один там у зои шубин и сын у него как раз там три не тренировки а уже выступление на воскресенье падает и раза два сказали они как его исключили из общины все так вопросов нет отхожу нет еще же дальше читаем ну дальше давай дальше отрывает этого потребность быть признанным и принятым помогите ребенку почувствовать удовлетворение от сделанного дела укажите на плоды в будущем от его трудолюбия давайте ему такое задание с которым он может справиться и разъяснить ему поэтапность дела позаботьтесь о том чтобы ребенок имел успех в этом деле работе и занятиях слушайте ребенка когда он говорит о своих делах и уделяйте ему свое время помните что он ребенок и никогда не оставляйте его без присмотра и без старшего потребность любить и быть любимым две основные потребности человека любовь это ключ который может открыть сердце ребенка подведите его к пониманию любви божией постоянно пользуйтесь примерами из библии и житей святых иногда приглашайте детей к себе домой матфея 18 5 и кто примет одно такое дитя во имя мое тот меня принимает приходите к нему домой особенно когда ребенок болеет будьте заинтересованы его делами и выслушивайте его цените маленькие проявления любви со стороны ребенка письма подарки и рассказывайте ребенка о его отце небесном будьте всегда справедливы и точным в большом и в малом никого никакого двоедушия никакого расхождения с рассказанным тобой все на полном серьезе иногда случается что ли кто-либо из младших воспитателей жалуется на детей и на их нарушение проверьте действительно ли это нарушение будет нарушением по вашему уставу если требует воспитатель того чего нет в уставе то тут же перед всеми воспользуйтесь этим и покажите что воспитатель требует этого хотя и справедливо но не по закону быть может это вина составители устава что они что-то не предусмотрели но именно в этот момент вы можете заложить крепкое основание закону послушанию и умению давать юридическое обоснование своих поступков должна быть полная согласнованность между обоими родителями своих действиях по отношению к ребенку страшная катастрофа ожидают семью где мать не испровергает авторитет отца и говорит о нем неуважительно при детях когда его нет дома постоянно приучайте ребенка чувствовать и мыслить нравственными и юридическими категориями давать объяснение поступкам и что за этим последует какой вред и наказание не захваливайте ребенка и зря не порицайте ободряя и поощряя и наказывая мы можем помочь ребенку развиться и расти в правильном направлении благодарите ребенка за хорошие дела за помощь приучить его видеть тех кому он может помочь чтобы он бежал навстречу чем кто идет с грузом напомните им рассказ о трех сыновьях и трех у трех матерей которые несли воду от колодца на коромыслах и как каждый нахваливала своего сына трое сыновей играли вдалеке один кувыркался и ходил на руках он занимался в секции борьбы другой пел мать на последние гроши тянула его из класса в класс музыкальной школе и у всех были очевидные успехи ну вот дети заметили своих матерей и только один из них о котором мать ничего не могла сказать подбежал к матери снял с ее коромысла свет с ведрами и пошел рядом с ней о чем-то тихо разговаривая позади их шел старик и матери талантливых вундеркиндов сказали ему видел отец какие у нас замечательные дети каких хороших сыновей мы вырастили он же сказал в ответ сыновей я вижу только одного сына благодарите за попытку хотя бы и она потерпела неудачу помогите начать ее снова будьте благодарны за предложенную ребенком помощь вознаграждайте ребенка по достоинству и за активное участие по оказанию помощи за запоминание золотых стихов библии ребенок которому не поставлены явные границы поступков дома школе чувствует себя неуверенно и представляет себя что он для всех безразличен не нужен проведите чет четкую границу между хорошим и плохим и крайне опасным ложь считайте зловейшим врагом нашим вашим должны быть вывешены уставы с простыми ясными правилами поведения и нужно следить за их исполнением строго если нет стопроцентной уверенности что ребенок нарушил правила умышленно зная их то не наказывайте его но предупредите что в случае повторного нарушения ему припомнится и это нужно обличать и наедине и перед всеми зависимости от проступка групповое наказание малоэффективно не угрожайте но заставьте вновь перечитать правило и если нужно накажите или простите потребность в боге у каждого ребенка хотя и этого он и не сознает есть внутренняя жажда бога экклезиасом 3 11 взрослый часто не понимает какие у детей духовные потребности не отвечают на вопросы детей не берут их в церковь ответственность за духовное воспитание детей прежде всего лежит на родителях иван златоуст говорит что родители которые не научат детей боговедению хуже убийц убийцы убивает только тело а такие родители убили бессмертную душу второзаконие 6 глава 6 по 9 стих и да будут слова сии которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей и внушай их детям твоим и говори о них сида сидя в доме твоем и идя дорогою и ложась и вставай и навяжи их в знак на руку твою и да будут они повязку над глазами твоими и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих пример учителя всегда должен быть на высоте 1 тимофей 4 12 никто да не пренебрегает юностью твою но будь образцом для верных слове в житие в любви в духе вере в чистоте детей нужно учить слову божьему чтобы библия была для них родной и близкой книгой ибо через нее дети познают бога 2 тимофей 3 15 при том же ты из детства знаешь священные писания которые могут умудрить тебя во спасение веру во христа иисуса дети могут понять божью любовь милость прощение одобрение и истину настолько настолько насколько они чувствуют себя любимыми одобряемыми и прощаемыми учитель учителем или людьми их окружающими о душе ребенка вся забота следующая тема устанавливайте непрерывно в ребенке авторитет библии ибо возрождение происходит через слово божие 1 петра 1 23 как возрожденные не от тленного семени но от нетленного от слова божия живого и пребывающего вовек римлян 10 глава 13 по 14 и 17 стих ибо всякий кто призовет имя господне спасется но как призывать того в кого не уверовали и как веровать в того ком не слыхали и как слышать без проповедующего и так вера от слышания а слышание от слова божия детское решение признать свою веру часто искусственное если у него нет надежной основы слове божьем поэтому такое решение не устоит ребенок мало знающий библию резко приходит с молитвенной просьбы хотя может прийти с друзьями за компанию в церковь если вы желаете чтобы ребенок уверовал тогда наиважнейшим шагом является хорошее обучение его библейским основам спасение это результат работы духа святаго его на 16 глава 7 по 11 стих но я истину говорю вам лучше для вас чтобы я пошел ибо если я не пойду утешитель не придет к вам а если пойду то пошлю его к вам и он придя обличит мир о грехе и о правде и о суде о грехе что не верует в меня о правде что я иду к отцу моему и уже не увидите меня о суде что князь мира сего осужден настоящее и сохраняющиеся уверование возрождение может произойти только под влиянием духа святого все убеждения напрасны если дух святой не повлиял на сердце ребенка даже самые добрые решения ребенка еще не устойчивы большинство детей легко сознают что они грешники когда им указываешь на практических примерах к покаянию ребенок приходит позднее постепенно когда он сам начинает понимать свой личный грех и наказание за него когда ребенка спрашиваешь о вере то он обычно не говорит прямо но проявляет это молчанием или смущением увеличивайте объем знаний ребенка соответственно его пониманию проверьте это при помощи вопросов и не задавайте слишком сложных вопросов чтобы не запутать его если ребенок не может ответить то помогите ему найти ответ в библии с точным указанием главы и стиха тот кто заботится о душе ребенка всего лишь одно звено среди того что может привести его к истинной вере 1 коринфянам 36 я насадил а полос поливал но возрастил бог уверование это обычно результат работы многих людей сеятель поливающий жнец бойтесь переборщить давить на ребенка вопросов веры сначала узнаете если у ребенка бога искания исаи 53 глава 6 стих все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него грехи всех нас римлянам 4 3 ибо что говорит писание поверила в рам богу и это вменилась ему в праведность римлянам 6 23 ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во христе иисусе господи нашим потребность быть защищенным обрести в себе силу в борьбе с одиночеством страхом смерти потери родных злыми людьми привидениями вечными мучениями и войной христос может восполнить все наши нужды но когда стоит вопрос о спасении ребенку следует понимать потребность прощения грехов ребенок должен понимать что он грешен и что грех разделяет его с богом ребенка также нужно направить к покаянию как и взрослого рассказать ему о христе чтобы он мог поверить и последовать за иисусом все это практически означает первое чтение библии ежедневная молитва второе добровольная помощь родителям 3 регулярное посещение воскрешной школы 4 решимость терпеть насмешки и за веры оставить все что не должен не делать верующий насмешки над другими курение ложь списывание воровство ругань никого никогда не обижать тем более бладших ничего не брать без разрешения у других и так далее искреннее соблюдение этих правил покажет что дух святой совершил в нем работу и так принятие решений последняя глава это окончательный шаг решение принятия иисуса отдать ему свою жизнь и последовать за ним это может произойти только с после первых трех шагов смотрите выше спешка все портит она пагубна заметит работу духа святого может только истинно возрожденный сам переживший рождение свыше после каждого шаба шага необходимо лично выбеседовать с каждым ребенком и узнавать его состояние важно помнить что ребенок думает конкретно не абстрактно и не всегда понимает нашу образную речь уверовать спастись родиться свыше стать детем божием отдать жизнь христу принять христа иисуса в сердце направляя ребенка к принятию христа используйте используйте только одну фразу из этих которые употребляете чаще всего например и у ангелия ты уана 3 16 ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную или иоанна 1 12 а тем которые впереди его верующим во имя его дал власть быть чадами божиими или откровение 3 20 все стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною иногда дети задают вопрос что делать если я согрешу грех нужно сразу же признать и не скрывать 1 иоанна 1 глава 7 по 9 стих если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение с друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха если говорим что не имеем греха обманываем самих себя и истины нет в нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды при участии детей молиться не только по молитва слову но и своими словами научить их правильно подходить под благословение к священнику и готовиться к исповеди причастию и чтобы ребенок имел правильное понятие о прощении грехов евангелие ты иванов 20 глава 21 по 23 стих иисус же сказал им вторично мир вам как послал меня отец так и я посылаю вас сказав это донул и говорит им примите духа святаго кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся без всех священных рук священника нет отпущения грехов смертным и уана святитель иван златоуст внимательно выслуж выслушивайте духовные переживания ребенка его опыт хорошо заранее выбрать ответственность за духовное попечение в лагере и договориться вместе о единых и совместных действиях если наставленки выбраны впервые то их нужно ознакомить заранее с уставом перед богослужением дайте детям возможность отдохнуть поспать расспросите ребенка чем и о ком он хоть хотел бы помолиться иногда следует читать молитву раздельно а ребенок повторял бы ее за вами если есть дети совсем не верующие не желающие верить а просто пришли за компанию то их следует удалить следите чтобы дети стояли на молитве благоговейно под присмотром чаще обращайтесь к крестным крестным страданием христа разъясняя смысл прощения грехов здесь насилия не может быть нужно чтобы ребенок сам осознал необходимость принятия христа в свое сердце убедитесь что ребенок понял что ему нужно делать когда он грешит 1 иван 1 9 2 1 1 2 стих если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды дети мои сие пишу вам чтобы вам чтобы вы не согрешали а если кто бы согрешил если бы кто согрешил то мы имеем ходатай перед отцом иисуса христа праведника он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши но и за грехи всего мира объясняйте детям постоянно что основанием спасения является смертью иисуса христа за нас римлян 5 глава 6 по 10 стих ибо христос когда еще мы были немощны в определенное время умер за нечестивых ибо едва ли кто умрет за праведника разве за благодетеля может быть кто и решится умереть но бог свою любовь к нам доказывает тем что христос умер за нас когда мы были еще грешниками посему тем более ныне будучи оправданы крови его спасемся им от гнева ибо если будучи врагами мы примирились богом смертью сына его то тем более примирившись спасемся жизнью его 1 петра 2 24 он грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились ребенок сам должен определить себя 2 коринфянам 1 24 не потому будто мы берем власть над верою вашу но мы с поспеши ствим радости вашей ибо веру и вы твердый показывайте учащимся хорошие книги давайте их вместе смотрите религиозные фильмы не играйте на чувствах ребенка рассказывая только трагические примеры старайтесь беседовать детьми вашего пола особенно опасно девочка подросток учащиеся и молодой мужчина учитель преподавая тему христос умирает на кресте укажите что не римские воины не иудеи пригвозили иисуса христа голгофскому кресту что они лишь исполнители а виновники это мы именно мы только я лично рассказывая ребенку о евангелии разъясните ему следующую истину первое есть святой бог который любит нас исаи 6 3 и взывали они друг о другу и говорили свят 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 господь саваоф вся земля полна славы его 1 иван 3 8 и 16 и 19 стих кто делает грех тот от дьявола потому что сначала дьявол согрешил для сего ты явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола любовь познали мы в том что он положил за нас душу свою и мы должны полагать души свои за братьев и вот почему узнаем что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши второе что нужно обязательно рассказать ребенку и какие истины все люди грешники римлян 3 23 потому что все согрешения и лишены славы божий третье что нужно рассказать наказание за грех смерть римлянам 6 23 грех разделяет нас богом и мы не можем сами себя спасти галатам 2 16 однако же узнав что человек оправдывается не делами закона только веру иисуса христа и мы уверовали во христа иисуса чтобы оправдаться веру во христа они делами закона ибо делами закона не оправдывается никакая плоть не оправдается никакая плоть 4 бог отец послал сына своего чтобы он претерпел наказание за наш грех и чтобы через христа мы могли прийти к богу отцу римлянам 5 глава 5 8 стих а надежда не постыжает потому что любовь божья и злилась сердца наши духом святым данным нам но бог свою любовь к нам доказывает тем что христос умер за нас когда мы были еще грешниками 1 тимофея 2 глава 5 по 6 стих ибо един бог единый посредник между богом и человеками человек и христос иисус предавший себя для искупления всех таково было в свое время свидетельство римлянам 10 глава 9 9 по 10 стих ибо если устами твоими будешь исповедовать иисуса христа господом и сердцем твоим будешь веровать что бог воскресил его из мертвых то спасешься потому что сердцем веруют к праведности а устами исповедуют ко спасению задавайте детям вопросы чтобы понять правильно ли они усвоили истину в работе детьми используйте пособие примеры жизни поставьте задачу установить в душах детей авторитет библии повторяйтесь повторяйте что библия богодухновенная книга это единственная книга автором которой является сам бог библия это абсолютный авторитет 1 иоанна 1 глава 1 по 3 стих о том что было от начала и что мы слышали и что видели своими очами что рассматривали что осизали руки наши о слове жизни ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь которая была у отца и явилась нам о том что мы видели и слышали возвещаем вам чтобы вы имели общение с нами а наше общение с отцом и сыном его и иисусом христом лука 1 глава 1 по 3 стих как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях как передали нам то бывшие самого начала очевидцами и служителями слова то рассудилась и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный феофил я не 1 глава 1 по 3 стих первую книгу написал я к тебе феофил о всем что иисус делал и чему учил от начала до того дня которым который он вознесся дав святым духом повеление апостола которых он избрал которым и явил себя живым пострадание своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней являясь им и говоря о царстве божьем 1 коринфянам 16 глава 6 15 глава 6 по 8 стих потом явился более нежели пятистам братья в одно время из которых большая часть даны не в живых а некоторые почили потом явился иаков и также всем апостолам а после всех явился мне как некому извергу иоанна 20 глава 30 по 31 стих много сотворил иисус перед учениками своими и других чудес о которых не написано в книге сей съешь написано дабы вы уверовали шо иисус есть христос сын божий и веруя имели жизнь во имя его конфуций буда магомед остались своих могилах а христос воскрес евангелие от иоанна 15 глава 5 стих я есть им лоза а вы ветви кто пребывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не можете делать ничего слава тебе боже слава тебе боже слава тебе слава ну вот да спаси христос за это пособие много по много чего находишь и не только как для детей но для себя и вообще да да видишь какая работа была проделана здесь сгодилось занятия с детьми я много разной литературы считал отовсюду брал проверял смотрел на тут сразу видно где я говорю где говорим православия причастие это в других их не было нигде это все моя наработка сколько нападал от мирских властей и все позади ни один ребенок за 45 лет не повредился и сломался и потерялся не сгорел не утонул здоровые дети приезжают и больные а больных не принимаем все равно оставят я сразу занимаюсь его лечением своими способами поручки больные она девочка согнулась я назначил ложку меду и стакан березового соку подогретого за час до еды и у нее через полторы недели даже места не осталось уже девчонка грижу играет футбол иногда на солнце не выпускаем это все нужно знать миссионеры когда ехали другие страны они заканчивали как швейцер заканчивали медицинские институты и что же этот материал можно проверить посмотреть как у тебя будет работать ну спасти христос с богом еще нет больше я сразу делаю дома ну все туда